На минувшей неделе принципиально новые автомобили для российского рынка анонсировали, как обычно, только китайские производители. Объявлены цены на рамный внедорожник Тэнк 300, и белорусским дилерам поехали крупные кроссоверы Джили Ока Ванга, а московский офис Черри подтвердил намерение вывести на рынок седаны Амода С5. КамАЗ удивил подробностями своего проекта локализации современных ведущих мостов для семейства К5. Оказалось, что собирать их будут всё-таки в набережных Челнах. А ещё грузовой гигант готовит новый двигатель. Узнали мы много нового и о перипетиях российско-иранской автомобильной дружбы. Иран-Ход разойдёт на отечественный рынок через Белоруссию, а вот другой концерн, ЦАЙПА, продолжает вести переговоры не только с различными сборочными площадками, но и с самим АвтоВАЗом, намереваясь продавать в Россию свои комплектующие, а покупать ВАЗовские двигатели. Три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч рублей. Такова объявленная цена китайского внедорожника Тэнк-300, который компания Грейт Вол выводит на российский рынок. Дорого? Минимум на полмиллиона дешевле параллельно импортированных внедорожников Тойота Форчунир и вдвое дороже ульяновского Патриота. С обоими ветеранами китайского новичка роднит многое. Это схожие габариты, рамная конструкция и, конечно, схема полноприводной трансмиссии. Везделазом полагается классический партайм с жёстким подключением передка и понижающей передачей. Впрочем, у китайцев вдобавок имеется штатная блокировка заднего дифференциала, а также несколько электронных систем, которые помогут водителю на бездорожье. Паспортный дорожный просвет вполне достаточный 224 мм. Единственный доступный двигатель — двухлитровый турбомотор отдачей 220 сил, с которым состыкован классический восьмиступенчатый автомат марки CT. Начальная комплектация Adventure включает четыре подушки безопасности, систему стабилизации, обивку сидений кожзамом, двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел и многое другое, включая люк. А если есть возможность потратить 4 млн, то можно заполучить блокировку переднего дифференциала, защиту коробки передач, занавески безопасности, обивку сидений кожей NAPA, дорогую аудиосистему и даже вентиляцию передних кресел. Живые продажи внедорожников Tank 300 стартуют весной, а летом должна подоспеть более крупная и дорогая модель Tank 500. В Белоруссию пришла партия из примерно 200 флагманских кроссоверов GLE VX11. VX11 — это корпоративный индекс модели, а её экспортное название — Okavango. Машины замечены на борисовском таможенном посту. В страну ввезены паркетники, оснащённые мягкогибридной силовой установкой, что построено вокруг полуторалитрового турбомотора отдачей 177 сил. В комплектацию включены матричная оптика, панорамная крыша и трёхзонный климат-контроль. Белорусской компанией BELG, которая кроме дистрибуции также занимается производством GLE, факт поставок телеканалу Автоплюс подтвердили, но уточнили — весь тираж предназначен для синяокой, а продажи стартуют на следующей неделе. От себя добавим, что GLE частенько завозит небольшие партии машин через Белоруссию, чтобы оценить потенциальный спрос. В случае успеха новинки следом приходят и в Россию. Так было, например, с Tugelay, Coolray и Atlas Pro. Долгое время марка Chirri предлагала россиянам только кроссоверы. При этом после ухода многих европейских, корейских и японских брендов из России на рынке освободилось немалое количество сегментов, занять которые китайскому бренду вполне по силам. В российском офисе Chirri изменившийся рыночный ландшафт видят, а потому также нацелены заполнить образовавшиеся лаконы своей продукцией. В частности, седанами, которых сейчас явно не достает. Мы планируем вывезти на российский рынок как минимум два седана в этом году. Может быть, в дальней перспективе это коммерческий транспорт, но это очень дальняя перспектива. Среди седанов наиболее явным претендентом на рыночный дебют выглядит представитель гольф-класса Chirri Ariza 5+, который по формату повторяет знакомые нам модели Kia Cerato или Hyundai Elantra. Более того, на эту модель недавно были оформлены сертификационные документы. В них она проходит под именем Amoda S5. В сертификат вписана единственная версия с полуторалитровым атмосферником, вариатором и передним приводом. Москвичи теперь не только лишь для москвичей. В январе московский автозавод пообещал открыть новые автосалоны почти по всей России. В Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Набережных Челнах. И вот часть шоурумов открылась, а в них появились первые машины. Притом продавцы демонстрируют удивительное единодушие. Кроссовер Москвич 3 вполне реально купить без дилерских накруток по рекомендованной розничной цене. Как выяснил телеканал Автоплюс, единственное, за что просят доплатить, так это подогрев сидений, которого единственная комплектация модели лишена. Поэтому вставлять электрические маты приходится дилерам, за что они берут 30-40 тысяч рублей сверху. Ещё менеджеры сбытовой сети очень ждут, когда производитель объявит стоимость и периодичность регламентного обслуживания. Предполагается, что пробег между ТО составит 10 тысяч километров. Но также будет прописано посещение сервиса после обкатки. Цена бензинового москвича не полные 2 миллиона рублей, а электрического, с учётом госсубсидии, на миллион дороже. Но электросубсидия положена далеко не всем, а определённым категориям клиентов. И только при условии покупки в кредит или лизинг. В продаже есть москвичи нескольких цветов. Синего, белого, красного, чёрного и серебристого. К концу весны автосалоны ждут расширения гаммы комплектаций, а также появления атмосферной версии. Сейчас «Москвич 3» оснащается только турбомотором. А ещё автозавод «Москвич» получил первый действительно крупный корпоративный заказ. Несколько тысяч кроссоверов купит Яндекс для своих сервисов такси и каршеринга. Московский автомобильный завод «Москвич» подписал соглашение с одной из крупнейших компаний на рынке перевозок — компанией Яндекс. В ближайшее время начнутся поставки 3000 автомобилей для такси и каршеринговых компаний по всей стране. Для работы с пассажирами будут приобретены новые автомобили «Москвич 3» серии. И это, очевидно, не последняя подобная поставка. По оценке мэра Москвы, в год столичному рынку пассажирских перевозок требуется от 30 до 40 тысяч новых легковушек. А их, кроме «Лады Гранты», сейчас фактически нет. В любом случае, с конвейера бывшего завода «Рено Россия» до конца этого года должно сойти порядка 50 тысяч автомобилей, из которых примерно 10 тысяч машин будут оснащены электромоторами. Современное многофункциональное устройство «Беркут Бесея-10» может диагностировать и заряжать 12-вольтные аккумуляторы емкостью от 10 до 200 Ампер-часов. Зарядник подходит для свинцово-кислотных аккумуляторов любых типов, включая литий-железо-фосфатные, гелевые и АГМ батареи. В режиме диагностики «Беркут Бесея-10» покажет уровень заряда, текущее напряжение и проверит ячейки батареи на предмет сульфатации или короткого замыкания. Фишкой устройства является режим «Сиси-Эй-тест», который позволяет измерить ток холодной прокрутки, уровень остаточной мощности и внутреннее сопротивление аккумулятора. А на запущенном моторе можно также измерить зарядное напряжение генератора. Зарядка происходит автоматически в несколько этапов и включает в себя импульсное восстановление, десульфатацию, а также поддерживающий режим для длительного хранения батареи. Если зарядка прервется, то встроенная память возобновит ее в нужном режиме. Также устройство можно использовать в качестве бесперебойника для бортовой системы автомобиля при работе с электрикой или замене аккумулятора. Одним словом, «Беркут» предлагает целый зарядно-диагностический комплекс по разумной цене. Как только именитые автомобильные марки начали уходить из России или приостанавливать свою деятельность, многие сразу вспомнили об иранском автофроме. Ведь иранцы успешно освоили зарубежные технологии, локализовали компоненты и вообще выпускают весьма современные автомобили. В качестве примера легко привести седанчик Тара, по формату напоминающий Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Его небезызвестная россиянам фирма Iran Hodder, которую сами иранцы именуют IKCO, показывала на осенней выставке MIMS Automobility Moscow. Коротко напомним. В основе Тары лежит относительно свежий Peugeot 301 образца 2012 года, которому ближневосточный производитель организовал фейслифтинг. Под капотом скрывается 113-сильный атмосферник 1.6 серии TU5, с которым могут быть состыкованы пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. Последний поставляют китайцы, а вот всё остальное исключительно иранского происхождения. Уровень локализации составляет 95%. На своей родине этот седан стоит порядка 19 тысяч долларов, то есть менее полутора миллионов рублей. Неплохо, учитывая аккуратную сборку, богатую комплектацию и симпатичный дизайн. В общем, такой иранский автопром нам нужен. Вопрос только, когда начнутся поставки живых машин. И в этом уравнении оказалось слишком много неизвестных. Следите за руками, а точнее за заявлениями заинтересованных лиц. В конце ноября Иран и Россия подписали некий меморандум, который предусматривает поставку автомобилей российской стороне на 300 миллионов долларов. Эту информацию тогда распространил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммад Риза Наджафи Маныш. В начале февраля российский посол Алексей Дедов заявил, что до конца марта Иран-Ходру намерен ввести около двух тысяч автомобилей. Помимо этого, ещё один государственный концерн «Сайпа» собирается поставить порядка 20 тысяч машин. Одновременно посол уточнил, что начало продаж тормозят только вопросы сертификации. В ответ Минпромторг заявляет, что ввоз иранских машин на территорию России невозможен. Дескать, на сегодняшний день они не сертифицированы. Притом чиновники даже не получали запросов на эту процедуру. Но это Россия. А ведь иранцы запросто могут зайти через соседнюю Белоруссию. Это законная схема. Так были сертифицированы даже москвичи. Похоже, что этим путём пойдёт и «Сайпа». Белорусская фирма Lucky Currency недавно стала дистрибьютором марки. Сейчас идёт сертификация техники, а продажи должны стартовать через три месяца. В общем, с автомобилями ситуация относительно ясная. Есть предварительные договорённости, но нет выданных сертификатов. А что технологий? В Иране локализованы антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности, нейтрализаторы, аппаратура впрыска и блоки управления двигателем. Все эти компоненты делает крупнейший национальный поставщик – фирма Круз. И они могли бы пригодиться нашему автопрому. Как уверяет господин Маслем, российская сторона интересуется поставками сидений и средств пассивной безопасности. Я знаю, что АвтоВАЗ купит от нас подушки безопасности и сиденья и ремень. Это то, что я знаю. В свою очередь, АвтоВАЗ может помочь Ирану. Концерн Сайпа никак не может возродить производство модели пар Стандарт 90, то есть логанов первого поколения. Потому что для них нет двигателей. А в Тольятти такие моторы найдутся. Их прежде собирал цех под номером 15 дробь 3. Притом блоки цилиндров, головки блоков и коленвалы были отечественного производства. И эта сделка, похоже, состоится. В покупке блок-дивигателей из АвтоВАЗа были такого переговора. Сейчас тоже они еще продолжаются. Кроме этого, еще рассматриваются сборные линии тоже для автомобилей, который производит Сайпа в России. Где могли бы собираться автомобили Сайпа, пока не ясно. Известно, что иранцы вели переговоры с особой экономической зоной Алабуга. Но не более того. Естественно, не исключен вариант и прямых поставок из Ирана. Все последние годы КАМАЗ старательно привлекал иностранных компаньонов. Так, в набережных Челнах появилось производство тормозных систем Кнор-Бремза, коробок передач ZF и двигателей Каминс. Все эти совместные предприятия, образно выражаясь, теперь оказались национализированы. Скажем, турбодизели Каминс серии ISBE и ISLE отныне выпускаются под маркой КАМАЗ как 667 и 689 серии. И гамма моторов будет только расширяться. Во всяком случае, новикомбанк выдал КАМАЗу банковскую гарантию почти на 4 миллиарда рублей. Она как раз понадобилась дочерней фирме автогиганта – обществу Кама Дизель. В свою очередь, имея банковские гарантии, Кама Дизель, так теперь именуется бывшая СП Каминс Кама, воспользуется льготным займом от Правительственного фонда развития промышленности. Сам заём, как гласит пресс-релиз, необходим, чтобы наладить выпуск некоего нового двигателя, предназначенного для дорожно-строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники. Другой информации, касающейся моторной новинки, больше нет. Между тем, в корпоративной газете грузового автогиганта вышло большое интервью директора автомобильного завода КАМАЗ Антона Сарайкина. И в нём обнаружилась как минимум одна сенсация. Оказывается, во второй половине этого года на территории предприятия начнётся расчистка площадки для возведения нового цеха. В этом цеху будут делать ведущие мосты для грузовиков свежего поколения К5. Проект мосты утверждён Фондом развития промышленности, а значит, получит льготный государственный заём. Объём инвестиций определён, а часть необходимого оборудования сейчас контрактуется. Итак, КАМАЗ организует линии обработки литой балки и других деталей моста. И в целом смонтирует новый сборочный конвейер, который будет оснащён умными системами контроля затяжки соединений. При этом сами детали моста, похоже, будут делаться в соседнем Казахстане. В Кастанайской области полным ходом идёт возведение нового чугунолитейного производства, а также завода по производству главных передач. Запустить литейку планируется до конца нынешнего, а трансмиссионку — до конца 2025 года. Эти сроки президенту Казахстана Касымыжу Мартутукаеву назвал Аким, то есть глава Кастанайской области, Кумар Аксакалов.